Здравствуйте, уважаемые студенты! Вашему поколению очень сильно повезло, потому что сейчас гораздо больше возможностей просто попробовать проявить себя в разных сферах высокоинтеллектуальной, высокотехнологической деятельности. Потому что есть масса мероприятий, направленных как раз именно на вас, для того, чтобы вы себя попробовали. Одним из таких наиболее важных мероприятий является Всероссийская Олимпиада студентов «Я профессионал». Эта Олимпиада проводится уже пятый год, и она себя зарекомендовала как очень хорошее средство для того, чтобы молодые люди смогли найти свое призвание по жизни. Надо сказать, что в этой Олимпиаде есть масса самых разных направлений, и одно из этих направлений – это направление в целом биотехнология, а конкретно – это биоинженерия и биоинформатика – оно проходит в нашем университете и в университетах наших коллег, которые к нам присоединились по методологии и по возможностям. Наш университет расположен в Новосибирском Академгородке, где есть несколько известных научно-исследовательских институтов, работающих в области как раз биоинженерии и биоинформатики. Кроме того, в Новосибирске есть несколько высокотехнологичных предприятий, которые разрабатывают и производят вакцины, диагностикумы и лечебные препараты, а также препараты-пробиотики, которые очень полезны для людей, даже не болеющих, потому что они нормализуют микрофлору их кишечника. И, кроме того, конечно же, в нашем городе много образовательных возможностей, и, в первую очередь, это наш Новосибирский государственный университет, на котором есть факультет естественных наук, на котором как раз развиваются указанные направления. Это биоинженерия и биоинформатики. Поэтому я призываю вас участвовать в этой Олимпиаде, предлагаю вам попробовать себя в этих областях деятельности и решить, а может быть, просто наметить то направление деятельности, которым вы будете заниматься в последующие годы. Ну а для того, чтобы вам показать возможности одного из направлений биоинженерии и биоинформатики, я вам сейчас прочитаю лекцию на тему онколитические вирусы. Онколитические вирусы. Что это такое? Дело в том, что сейчас есть три основных метода лечения онкозаболеваний. Это методы хирургического удаления опухолей, это методы разрушения опухоли разными химиопрепаратами и методы разрушения опухолей с помощью радиации. Надо сказать, что эти методы применяются уже достаточно давно, но они далеко не во всех случаях эффективны. И поэтому сейчас продолжают разрабатываться новые методы лечения опухолей. И вот этот метод последние 20 лет развивается очень интенсивно. Ну а для начала я вам покажу некоторые статистические данные по причинам смертности. Сейчас есть в мире 5 стран, где наибольшая продолжительность жизни человека. Это Япония, Сингапур, Гонконг, Южная Корея и Норвегия, где средняя продолжительность жизни выше 80 лет. Ну вот давайте посмотрим, каковы же причины смертности в Японии, в которой эта продолжительность жизни так велика. И мы с удивлением увидим, что на первом месте находятся как раз онкозаболевания. А вот сердечно-сосудистые заболевания, они идут на втором месте. Далее идут такие заболевания, как болезни почек, как хронические болезни разных органов. Значит, например, то же самое аневризма аорты. Ну и отметим, что Япония, пожалуй, единственная страна в мире, где есть такая причина, как старость. Это означает, что человек умер без видимых серьезных заболеваний, просто из-за какого-то случайного отказа органов. Кроме того, в Японии когда-то было очень популярно курение, и поэтому у них в 10 причинах смертности остается хроническая обструктивная болезнь легких, причиной которой как раз является длительное курение. Теперь перейдем к другим странам. На следующем слайде вы видите причины смертности в Соединенных Штатах Америки и в Китае в 2010 году. Вы видите, что здесь на первом месте все-таки сердечно-сосудистые заболевания. И надо сказать, что и средняя продолжительность жизни в этих странах существенно меньше, чем в Японии, даже в Соединенных Штатах Америки. Но столбик онкозаболеваний, вы здесь видите, он тоже почти сравнялся со столбиком сердечно-сосудистых заболеваний. Остальные причины смертности намного меньше, и отметим, что среди них есть и убийства, и самоубийства, и несчастные случаи. Так что основные два столбика – это все-таки сердечно-сосудистые заболевания и онкозаболевания. В Китае разница между этими причинами существенно больше, чем в Соединенных Штатах Америки, но тем не менее и в Китае и средняя продолжительность жизни меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. А теперь перейдем к аналогичным данным по России. И здесь я представил даже две группы данных. Одна из них – это на 2000 год, и вторая – на 2016 год. И мы видим, что столбик, обозначающий сердечно-сосудистые заболевания, заметно уменьшился, а при этом онкозаболевания чуть-чуть подросли. То есть мы тоже движемся в эту же самую сторону, мы все больше умеем лечить сердечно-сосудистые заболевания, мы умеем их профилактировать в той или иной степени, и эта динамика положительная, но вот тонкозаболевания остаются по-прежнему очень важными. Ну и теперь пойдем в историю. Откуда же появились онколитические вирусы? Надо сказать, что что-то новое – это почти всегда давно забытое старое. В данном случае оно недавно забытое, но проявились вот такие вот тенденции к тому, чтобы думать, что инфекции могут помочь лечить рак, еще более ста лет назад. И вы видите, что были описаны случаи, когда у человека исчезала или сильно уменьшалась в размерах опухоль после какой-то инфекции. Сначала это было замечено в области бактериальных инфекций, таких как супной ТИФ или саморенеллез, и даже были такие попытки лечить раковых больных путем намеренного заражения их этими бактериальными инфекциями. Кроме того, примерно в эти же годы выяснилось, что при вакцинации, экстренной вакцинации людей вакцины против бешенства у онкобольных также иногда уменьшались размеры опухолей, иногда и вовсе пропадали. Это было отмечено как феномен, потому что на самом деле потом были случаи уже намеренного введения вакцины против бешенства, но, как выяснилось, никаких корреляций получено не было. Иногда это помогало, но чаще всего не помогало. Потом это было забыто лет на 40. В 50-х годах к этому вернулись, потому что в 50-х годах появились вакцинные штаммы вирусов, и их начали испытывать для лечения онкозаболеваний тоже. Были достигнуты некоторые успехи, но они были эпизодическими. Надо сказать, что такие эксперименты проводились во многих странах, и вот в нашей стране, в России, эти эксперименты проводились в Институте полимелита и вирусных энцефалитов имени Чумакова Марии Ворошиловой. Она пыталась использовать для лечения онкозаболеваний вакцинные штаммы вируса полимелита. И надо сказать, что тоже это иногда удавалось, но закономерностей каких-то выявлено не было. Вот из-за того, что их не было выявлено, эти испытания тоже прекратились. Наконец, в середине 90-х годов было проведено исследование по поводу сравнения разных дилеционных мутантов аденовирусов и их действия на раковые клетки. И вот здесь была обнаружена удивительная вещь. При дилеции или убирании одного из генов у аденовируса он практически переставал действовать на нормальные клетки и действовал только на раковые клетки определенных типов. И вот это было первым свидетельством того, что вирусы можно направленно модифицировать с тем, чтобы они были гораздо более селективны в отношении раковых клеток. И вот с тех пор у нас довольно сильно начало развиваться направление разработок в области онкалитических вирусов. Но здесь была еще одна ветвь. Дело в том, что было известно, что такие вирусы, как вирус гепатита B и вирус папиллома вируса человека, они вызывают различные виды рака. И когда были разработаны вакцины против инфекции, оказалось, что эти вакцины защищают людей. Первая от рака печени, а вторая от различных видов рака, в первую очередь рак шейки матки у женщин. Так что вакцины против онкозаболеваний уже две у нас есть. Но для лечения только-только наметки тогда существовали. И что касается нынешнего состояния дел, то сейчас имеется следующая парадигма в области онкалитических вирусов. Значит, вирусы на первом этапе внедрения в опухоль сначала вызывают разрушение раковых клеток из-за того, что они их инфицируют, размножаются в них и высвобождаются путем как раз разрушения этой клетки. Но, как выяснилось, дальше начинает работать второй путь. А второй путь заключается в том, что вирус как бы стимулирует иммунитет, обычный иммунитет человеческий, против раковых клеток. И тогда уже сам организм начинает бороться дополнительно с раковыми клетками. То есть это вторая стадия действия вирусов на раковой клетке. Это направление интенсивно развивается в последние 20 лет. Здесь вы видите динамику числа публикаций по онкалитическим вирусам по данным базы данных Скопус. И мы видим, что число публикаций растет с каждым годом. И надо сказать, что это приносит свои плоды. Сейчас для лечения больных с различными опухолями используются три основных типа онкалитических вирусов. Первое – это вирусы животных, которые не поражают человека, но они являются заметными патогенами ряда животных и птиц. Введение их в организм человека безопасно, поскольку они у него инфекции особо не вызывают. Но дело в том, что эти вирусы умеют размножаться в раковых клетках, у которых нет части защиты от инфекции, из-за того, что у них геном неполноценен или функционирует ненормально. Это такие вирусы, как вирусы болезни Нью-Касла, вирус мышей Сёндай, вирус миксомы кроликов, вирус визикулярного стоматита лошадей и различные реовирусы, те, которые человека не поражают. Вторая разновидность таких вирусов – это вакцинные штаммы вирусов, которые уже используются для вакцинации. Это вакцинные штаммы вирусов кори, паротита, полимелита и эпоксвирусов. И, наконец, третья группа вирусов, которые для этого используются – это вирусы генно-модифицированные. У них убрана часть генов, которые вызывают остаточные какие-то побочные реакции, и вместо них вставлены гены, продукты которых стимулируют противоопухолевый иммунитет. И таких сейчас вирусов известно уже много. Вы видите на следующем слайде такой неполный перечень наиболее популярных в целях использования против рака вирусов, семейств вирусов. Во-первых, это аденовирусы, во-вторых, это поксвирусы, далее вы видите еще и пикорновирусы, вы видите парамиксовирусы. В общем, их сейчас уже несколько, и число этих семейств продолжает прибавляться, потому что люди находят новые вирусы, с помощью которых можно селективно убирать, разрушать раковые клетки. Каковы уже успехи в этом направлении сейчас? Во-первых, уже несколько десятков исследовательских групп работают над развитием этого направления в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, Китае, Испании, Германии, Финляндии, Японии, и они, вообще говоря, работают с разными семействами этих вирусов. Надо сказать, что в течение ряда лет существовало такое, что ли, предубеждение в том, что, например, применение длительных вирусов невозможно, потому что они будут вызывать иммунитет против себя, и тем самым перестанут работать как онкалитики. Оказалось, что в ряде случаев это не так, и оказалось, что это даже усиливает иногда эффект применения этих вирусов, потому что организм сразу начинает клетки, которые заражаются вот этими вирусами, сразу начинает их поражать сам. Далее, в конце 2015 года Управление по контролю качества пищи и лекарств США, FDA, впервые одобрило к испытаниям четвертой фазы, к клиническим испытаниям четвертой фазы, первый такой препарат, рекомендантный вирус герпеса, под названием Имлигик. В том же месяце это же Управление также одобрило клиническим испытаниям четвертой фазы другой препарат на основе вакцинного штамма ОСПО-вакцины, который называется ПЕКСОВЕК. И более того, испытания вот этого штамма проводятся минимум в 12 странах. Таким образом, данное направление разработок и лечения онкозаболеваний все дальше и дальше развивается. Следующий слайд посвящен набору самых главных испытаний, которые проводились или проводятся сейчас, вот как раз с препаратом Имлигик. Здесь же приведен сайт, на который вы можете сами зайти и посмотреть, какие испытания проводятся сейчас и какие успехи достигнуты. Но я должен отметить главное на этом слайде. В испытаниях номер 2, 3, 4 и 6 получены весьма обнадеживающие результаты, в частности, лечение меланомы. Меланома – это один из самых трудных видов рака для лечения. И там процент выздоровления очень маленький. Так вот, с помощью вот этого штамма герпесвируса удалось повысить эффективность лечения с 2, с небольшим процентов до 16%. И это очень большой прогресс, которого раньше, вообще говоря, даже и не ожидали. Ну и я должен также отметить, что сейчас фактически к испытаниям этого препарата может присоединиться любой человек, у которого либо есть добровольная медстраховка в Соединенных Штатах, либо у которого есть сумма денег, достаточная для оплаты этого препарата, потому что он в производстве весьма недешев. Так что вот сейчас есть возможности даже попробовать лечить эти заболевания, но пока, к сожалению, за свой счет. Надо сказать, что направлений дальнейшего развития вот этой области, разработки онкалитических вирусов, перечислены на этом слайде. И вы видите, что можно, во-первых, перепробовать гораздо больше генов, которые стимулируют иммунитет путем стройки этих генов в соответствующие геномы вирусов. Можно, кроме того, более конкретно, более узконаправленно нацеливать эти вирусы на дополнительные рецепторы раковых клеток. Можно усиливать онкалитические свойства вирусов путем стройки генов, которые стимулируют запрограммированную гибель клеток или апоптоз. Это сейчас тоже испытывается. Можно также разрабатывать различные рекомбинантные вирусы, которые могут работать путем превращения нетоксичных препаратов в изакотоксичные для раковых клеток. И это уже опробовано на примере 5-фторцитозина. 5-фторцитозин относительно безвреден для клеток. А когда люди встраивают фермент, который его превращает в 5-фторуридин, то они это делают только в раковых клетках. То есть токсичность проявляется только в отношении раковых клеток. И это, как выясняется, работает. Ну и, наконец, нужна разработка методологии для того, чтобы выявить, какие именно препараты подходят таким-то именно раковым заболеваниям. Это сейчас тоже разрабатывается на животных путем подсадки к ним ксенографтов от опухолей больных. И вот это тоже одно из очень перспективных направлений исследования. Ну, надо сказать, что в России над этим тоже работают. Я уже упоминал доктора Ворошилову в этом отношении. Надо сказать, что ее сын продолжает ее дело, работая в Москве, в Институте молекулярной биологии имени Энгельгарта. И он развивает направление работы с энтеровирусами и парамиксовирусами. У нас в университете это направление развивается в моей лаборатории. И надо сказать, что вот это развитие получилось из-за того, что мы получили совместный грант с Петром Михайловичем Чумаковым, мегагрант на как раз развитие этого направления у нас в университете. И мы здесь работаем совместно с институтами Сибирского отделения и совместно с Государственным центром Вектора над аденовирусами, над парамиксовирусами и над ПОКС-вирусами, модифицируя их таким образом, чтобы они были более селективными и более эффективными для лечения различных онкозаболеваний. Следующий слайд по поводу проблем и задач для производителей я, вообще говоря, разработал 2-3 года назад, думая, что это действительно будет очень большой проблемой. Оказалось, что путем разработки векторных вакцин против коронавирусов эта проблема уже решена. У нас сейчас 7 или 8 предприятий в России производят как раз векторные вакцины на основе аденовирусов. И таким образом аденовирусные препараты для лечения рака тоже можно производить на этих производствах, потому что технологии уже поставлены. Ну и можно же использовать еще и вакцинные штаммы с этой же целью. Вакцины у нас производятся на основе вакцинных штаммов вирусов кори, паротита, краснухи, других вирусов. Их можно тоже модифицировать и применять для лечения рака. Ну и кроме того, сначала в Соединенных Штатах, а теперь и у нас, разрабатываются специальные методические указания для того, чтобы прямо по шагам испытывать эти онкалитические вирусы сначала на культурах клеток, потом на животных и потом на добровольцах. Надо сказать, что в Соединенных Штатах это уже введено в действие. У нас это будет введено в действие в течение ближайшего года-двух. Так что все у нас впереди. Механизмы разрушения опухолей этими вирусами сейчас очень детально изучены. Изучены и некоторые причины неудач при их применении. Появились надежные экспериментальные данные по эффективности таких препаратов. Разработаны и продолжают разрабатываться способы усиления вот этих свойств онкалитических вирусов. Разрабатываны разные способы их введения в организм, в том числе с помощью клеток-носителей того же самого больного. Ну и, наконец, показан синергический эффект применения онкалитических вирусов вместе с химиопрепаратами и вместе с радиотерапиями. Надо сказать, что за этим направлением, как и за другими направлениями развития биодженерии и биоинформатики, очень большое будущее. Потому что биотехнологии сейчас применяются и для улучшения урожая, пшеницы, овощей, различных других культур. И это действительно оказывается гораздо быстрее, чем обычная селекция. Надо сказать, что биотехнологии также широко применялись и применяются сейчас еще шире в пищевой промышленности. Они проявляют себя и в обработке отходов нашей жизнедеятельности. Ну и, кроме того, с помощью биотехнологий можно также обогащать руды, в которых очень невелико содержание полезных для нас химических элементов. Спасибо вам за внимание. И я должен еще раз повторить свое приглашение для вас для участия во Всероссийской Олимпиаде студентов «Я профессионал». Сайт этой Олимпиады доступен. Он доступен из очень многих источников. Самый легкий путь – это просто наберите в интернете «Я профессионал» и давайте зарегистрируйтесь в нем. И тогда вы не упустите возможность участия в этой замечательной Олимпиаде для того, чтобы попытаться прояснить для себя, чем вам интереснее всего заниматься, что вас больше всего интересует и где вы можете принести максимальную пользу для нашей страны. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...